Идея автопробега «Брест-Иркутск-Брест» зародилась уже давно. Целью его является сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, героической обороне Брестской крепости, укрепление дружеских связей между народами Белоруссии и России. Проект непростой и для того, чтобы организовать все должным образом, потребовалось много времени. В Брестский городской исполнительный комитет обратилась инициативная группа, чтобы им поддержали, оказали им определенное содействие в проведении данного автопробега. К автопробегу подключился также и Брестский областной исполнительный комитет. И вы знаете, наверное, та идея, которая была у организаторов автопробега, она, наверное, вот сегодня мы видим, что эта идея, наверное, очень правильная и нужная. На протяжении этих нескольких месяцев группа готовила к автопробегу. Были подключены дипломатический корпус города Бреста, Российской Федерации, то есть в рамках сотрудничества наших двух государств. Мы нашли выходы в основных городах, в том числе и Российская Федерация, через которые будет проходить автопробег. Стартовал автопробег «Содружество от Бога до Байкала» 8 мая от стен мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». На священном месте пролил столько крови, и мы должны донести до молодого поколения эту атмосферу, это, есть такое выражение, память, праздник со слезами на глазах. И накануне самого нашего дорогого праздника, Дня Победы, мы отправляемся в этот пробег. Всего в автопробеге у нас от Бреста до Иркутска едет 4 экипажа, 10 человек. Но на всем протяжении маршрута и в Бресте, и дальше, и в Минске, и в Смоленске, и в Москве, и так далее, и так далее, и до самого Иркутска, к нам будут присоединяться представители местных патриотических общественных организаций, то есть будет проходить своеобразная эстафета памяти. Встречаясь в разных городах, участники автопробега передадут членам патриотических клубов книги и сувениры обрезкой крепости, расскажут о ее защитниках в годы Великой Отечественной войны, и о том, чем живет Брещено и Беларусь сегодня. В планах торжественная передача городу Иркутску копии легендарного знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии и капсулы с землей героической крепости. Сегодня нам передали в торжественной обстановке капсулу со священной землей Брестской крепости. Эту капсулу мы отвезем в Иркутск и в торжественной обстановке передадим подрастающему поколению Иркутской области. Впереди у нас 15 тысяч километров, 43 дня пути, более 20 встреч в городах, и в каждом городе мы будем рассказывать о Брестской крепости, о нашем городе, о нашей республике. Общая протяженность маршрута в обе стороны около 15 тысяч километров. На пути к Байкалу участники автопробега проедут Беларусь, Европейскую часть России и Сибирь, конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал. Обратный путь пройдет южнее, через Россию и Казахстан. Возвращение в Брест планируется 21 июня, накануне Дня всенародной памяти и скорби. Самое интересное, что он начинается от стен героической Брестской крепости, где начала коваться победа и закончится в Иркутске. Это город трудовой доблести, в прошлом году был указ президента, то есть в глубоком тылу. То есть солдаты, можно сказать, возвращаются домой, несут знамя победы домой. И что самое интересное, что с одной стороны это организован пробег Республики Беларусь, с другой стороны большой вклад в том, чтобы проект был осуществлен в Российской Федерации. И самое интересное, что это народный проект, поскольку организаторами, идеями вдохновительными были простые люди. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.